Санкт-Петербургского кризисного центра для женщин Елена нам именно со стороны кризисного центра сейчас попробует осветить вот эту проблему рассказать немножко о специфике, насколько я поняла, погрузить нас и тоже в конце, конечно, можно будет комментарии и вопросы. Пожалуйста Здравствуйте Как уже представили, меня зовут Елена Блюбах и последние 10 лет я являлась исполнительным директором кризисного центра и в последний год я являюсь уже руководителем организации До кризисного центра, расскажу немножко, как я стала заниматься темой насилия До кризисного центра, после университета я работала в течение трех лет на общегородском телефоне доверия И очень было заметно, что нам некуда, и причем это был общегородской телефон доверия в городе Волгоград Переадресовывать женщин с домашним насилием, которых к нам обращалось до 50% в месяц Нам было некуда Нас не готовили как специалистов по работе с подобным типом насилия, да, такое как насилие в близких отношениях И как раз после переезда в Санкт-Петербург моей задачей было максимально погрузиться в работу с гендерным насилием Действительно для меня эта тема была очень интересна Что стало происходить? Когда я пришла в кризисный центр, меня стало очень интересовать направление Потом немножко о самом центре, да, но меня стало интересовать направление именно онлайн-консультирования Почему? Потому что даже 10 лет назад обращение на телефон доверия не для всех женщин представлялось комфортным Написать на почту центра было уже гораздо проще Поэтому мы старались делать на нашем сайте различные формы для обращений То есть это было либо обращение посредством почты Когда начало появляться ICQ, добавилось ICQ, ну и так далее Мы развивали, то есть мы реагировали очень быстро на какие-то максимальные платформы Которые можно запустить именно для того, чтобы к нам могли обращаться женщины не только из Санкт-Петербурга Но и из регионов России Потому что действительно получить помощь в Москве и Санкт-Петербурге всегда было гораздо проще, нежели в регионе Поэтому мы старались опустить порог доступности максимально И также параллельно с этим мы развивали наш сайт То есть количество материалов о насилии на нашем сайте Количество схем помощи и вариантов помощи, которая может быть доступна для женщины в Российской Федерации В условиях, как уже было сказано, отсутствия законодательства Тем не менее мы пытались все время создать модель для того, чтобы человек все-таки мог получить эту помощь Сам кризисный центр работает уже 24 года За 24 года к нам обратилось порядка 60 тысяч женщин В 1999 году был открыт нами первый в Санкт-Петербурге телефон доверия для женщин в кризисных ситуациях Уже узкоспециализированный И телефон доверия наш как раз таки оказывает помощь только женщинам, пострадавшим от насилия То есть по другим типам консультаций, таких как межличностные, ну и так далее Детско-родительские отношения мы не консультируем То есть у нас очень узкая специфика и мы все-таки стараемся оказывать помощь только женщинам, пострадавшим от насилия Либо от дискриминации По остальным вопросам мы переадресовываем Поэтому мы можем говорить, что на наш телефон доверия сейчас обращается 80% от количества обращений Это обращение женщин, пострадавших от насилия 60-70% это пострадавшие от партнерского насилия И 10% это изнасилования Все остальное, ну все-таки это не профильное обращение Наш центр оказывает комплексную психологическую и правовую помощь для женщин, переживших насилие Также мы проводим группы поддержки, тренинги, консультации Обучаем специалистов и сейчас немножко тоже остановлюсь на том, как мы пытаемся работать То есть у нас мы стараемся оказывать именно комплексную помощь Изначально к нам женщина обращается на телефон доверия или на нашу онлайн приемную После чего мы уточняем, какая помощь ей требуется Если ей нужна психологическая помощь, мы уже назначаем очные консультации с психологом Если есть желание подавать и заявлять на обидчика, то мы предоставляем юриста и адвоката По подобным делам также мы считаем оправданным привлекать журналистов Если женщина готова взаимодействовать с журналистами, рассказывать свою историю У нас есть определенный журналистский пул и журналистов, которых мы предоставляем Сейчас в среднем, наверное, одна-две публикации о кризисном центре у нас выходят в СМИ Наверное, это тенденция последних двух-трех лет Потому что до этого, конечно, было гораздо меньше обращений Либо это были обращения с просьбами дать только жертву без комментариев специалиста Ну и так далее, и так далее Мне кажется, сейчас появилась более качественная такая журналистская аналитика И мы считаем это тоже нашей заслугой Потому что за последнее время было проведено очень много и семинаров с журналистами Каких-то круглых столов, рабочих групп С нашей точки зрения, да, это очень здорово По общественным компаниям, да, конечно И правозащитные, и здесь у нас стоит лоббирование закона против насилия Конечно же, да, но в связи с тем, что мы не имеем права Как общественная организация в настоящий момент заниматься политической деятельностью Все-таки мы больше ушли в поддержку акционистов Поддержку гражданского движения Поддержку волонтерской активности И, наверное, кризисный центр может быть инициатором идеи проведения какого-то мероприятия Но мы не являемся прямым организатором Так как раз с компанией V-Day В Санкт-Петербурге последние два года проходило два мероприятия Два спектакля монологии вагины Один за каменной стеной Организаторкой которого была как раз-таки сотрудница кризисного центра Ася Ходорева Но при этом кризисный центр не являлся официальным партнером мероприятия Но, тем не менее, мы очень активно стараемся поддерживать подобные инициативы Та же акция на 8 марта, да, которая нами была проведена Это тоже цветы и листовки Листовки с тем, как можно выявить, распознать Ну, какой-то блок маленький информации О том, как можно выявить, распознать партнерское насилие Телефоны кризисных центров Санкт-Петербурга Да, конечно, это, ну, как бы, по факту это являлось нашей инициативой Но, тем не менее, тоже это наши волонтеры и активисты В конце прошлого года, как раз мы говорили о мужском, да, движении Да, действительно, вот из группы двух волонтеров мужчин кризисного центра Образовалась школа союзников, которые тоже, ну, вот, являются такой поддержанной инициативой И в настоящий момент они уже находятся в таком тоже свободном уже плавании Ну, по исследованиям, публикациям понятно Но это как раз-таки уже больше, ну, такой отдельный блок В конце прошлого года кризисный центр для женщин запустил у себя онлайн-платформу для консультирования на нашем сайте И в настоящий момент у нас дежурит один консультант на телефоне доверия С ним обычно стажируется кто-то из волонтеров организации И плюс один консультант у нас работает на, как бы, онлайн-платформе Онлайн-платформа принимает совершенно разные обращения И, вероятно, вот сейчас мы посмотрим, что нам делать с контекстной рекламой Потому что к нам обращаются не только за помощью, ну, в настоящий момент по насилию Да, там очень много различных вопросов, особенно все, что касается регионов Если требуется правовая помощь, мы перенаправляем нашему адвокату на консультацию такие обращения Ну, вот как раз, да, за каменной стеной это реклама нашего акционистского проекта И вот здесь как раз можно видеть, как это, справа, как работает онлайн-платформа Также у нас есть Skype и продолжает работать ECQ Ну, то есть, чтобы уже максимально продолжать и старые сервисы, и новые Ну, вот, соответственно, в таком большом-большом доступе Кроме сайта, да, у нас есть группа ВКонтакте, которая очень раскручена Насколько я знаю, по-моему, сейчас около трех тысяч подписчиков там И она предоставляет тоже дополнительную возможность обратиться к нам онлайн Но это, если кто-то не обратился к нам через сайт То можно уже и через группу ВКонтакте, почитав наши материалы Где гораздо больше информации, чем на сайте Потому что сайт все-таки мы вынуждены цензурировать Тоже можно получать помощь Группа консультирования в группе ВКонтакте ведется практически непрерывно онлайн Это отдельная специалистка, которая работает, ну, вот, она ведет только эту группу Это наша психолог, которая работает удаленно Так, сейчас, значит, уже о структуре Кризисный центр у нас работает с 11 до 18 по рабочим дням И в это время как раз идет отработка скайпа, имейла и живосайта Да, по консультациям ВКонтакте, судя по обращению, они проводятся в круглосуточной быстроте ответов То есть человек вот очень погружен в это И, да, в необходимых случаях мы привлекаем юристы и адвоката кризисного центра Ну и, как я уже сказала, мы также привлекаем журналистов Значит, что немножко о Google Гранте, который мы подключили в прошлом году Нам удалось спустя два года получить этот Google Грант Что такое Google Грант? Google нам предоставляет каждый месяц 10 тысяч долларов на рекламу в Google Поэтому, как сейчас выглядит, да, если мы в Google набиваем домашнее насилие помощь Появляется сайт кризисного центра для женщин Сейчас мы еще попробуем сделать, ну, не попробуем, а уже точно будем делать трубку, да, для быстрого, мгновенного обращения И вот как раз в конце прошлой недели мы получили одобрение на специалиста по контекстной рекламе По проекту, который мы писали вместе с теплицей социальных технологий в декабре И теперь у нас будет еще дополнительный контекстник, чтобы почетче настроить обращение к нам Что произошло после получения Гранта? А, кстати, до получения Google Гранта была очень интересная ситуация Мы в течение двух лет не могли его получить Потому что, ну, и было очень просто, да, по откликам получить Google Грант на помощь, условно, детям, больным Ну, или каким-то, да, людям в более трудной жизненной ситуации И Google не очень хотел поддерживать, ну, российское представительство Google не очень хотело поддерживать именно кризисный центр для женщин То есть вот в течение двух лет у нас шли переговоры, переподача заявок Ну, вот, наконец, ура, у нас удалось Значит, после подключения, опять же, да, после подключения Google Количество обращений в кризисный центр выросло в три раза То есть в настоящий момент мы Если среднегодовое, как бы, обращение в кризисный центр, это три тысячи женщин То после подключения Google, вот, на конец прошлого года у нас было 4800 обращений В этом году мы за три месяца, ну, два с половиной мы пока подбивали статистику У нас уже порядка 800, по-моему, вот таких профильных обращений То есть очень хорошая идея, очень хорошо работает И если у кого-то есть желание, да, подключать его к своим организациям То, welcome, можно пробовать Немножко также остановлюсь, да, на практической правовой помощи кризисного центра От общего количества обращений в кризисный центр За правовой помощью обращается очень небольшое количество, да, если мы не, ну, мы сразу оговариваем, что мы не оказываем помощь по разделу имущества, по разводу, да, что это только уголовный процесс Как правило, женщины не готовы обращаться за правовым сервисом В прошлом году у нас было, велось пять дел И все пять дел по домашнему насилию получили приговоры Вот приговоры, ну, естественно, штрафы, условно-исправительные работы Плюс одна у нас тоже была амнистия То есть буквально прямо вот в зале суда человека освободили Поэтому для нас, конечно, является большим вопросом мотивирование женщин То есть с одной стороны, с точки зрения прецедента, конечно, это здорово подавать, подавать дела и всячески защищать Но вот как психолог у меня всегда тоже есть двоякое ощущение того Имеет ли все-таки смысл, ну, и готова ли каждая женщина пройти всю эту процедуру Учитывая, что это порядка, ну, в наших случаях по Санкт-Петербургу это 10-12 дел, да, которые могут длиться в течение года-двух Ну, и также, да, в прошлом году у нас приговором закончилось наше дело по изнасилованию Но, опять же, от общего количества обращений очень небольшой процент желающих, да, создавать подобные прецеденты В основном это все-таки психологическая помощь Также, тоже немножечко, да, остановлюсь на том, что кризисный центр, благодаря тому, что расположен в Санкт-Петербурге, где, ну, как мне кажется, очень хорошо по сравнению со всей Россией отлажена система социальной помощи Плюс мы действительно находимся в партнерстве с огромным количеством наших организаций и различных сервисов Нам удается, а, и также, да, у нас существуют социальные квартиры практически в каждом районе города для женщины, которые находятся в ситуации насилия У нас вот как раз очень, ну, относительно легко получить помощь по сравнению с другими регионами Поэтому, когда мы говорим, что у нас вот такой вот очень положительный опыт, у нас не остаются женщины на улице, убежавшие из дома Это все-таки, наверное, имеет смысл сказать на нашу и социальную активность, и нашему комитету по социальной политике Поэтому вот такой у нас опыт Какие-то, может быть, вопросы? Я представляю, что у нас работает не полное время с 11 до 6 вечера, а я понимаю, что женщина больше не играет в голову, если не значить Ну, вы знаете, да, 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 вы знаете, к сожалению, у нас и социальные квартиры после 6 вечера не работают Поэтому женщина, убежавшая в 6 вечера, ну, как бы, да, как бы цинично это не звучало Но ей, увы, да, некуда будет обратиться То есть если с 11 до 18 мы можем оказать ей помощь, да, разместить ее либо в социальную квартиру Ну, подумай, да, что можно сделать, если есть тяжелые повреждения и вред здоровью, можно разместить в больницу Ну, находить какие-то пути решения То, к сожалению, да, вот с 18 до 11, увы, мы не можем помочь Не-не-не, мы думали Мы думали, но здесь очень важно тогда каким-то образом убедить государственные службы, чтобы у них был круглосуточный прием То есть если даже где-то, ну, и тогда будет иметь смысл, да, работать нам и перенаправлять В противном случае, то есть, как бы, мы просто не сможем помочь в кризисном центре Нет убежища в настоящий момент Опять же, это тоже связано с законодательством в отношении НКО То есть мы не можем его предоставлять по нашим положениям Вот Нет, нет, нет Наша позиция такова, что мы оказываем помощь только женщинам Мы не работаем по детско-родительским отношениям Мы не работаем с детьми, мы не работаем с мужчинами Мы их перенаправим, да Мы не работаем с мужчинами-обидчиками У нас есть партнерская организация мужчин 21 века, которые работают и куда мы перенаправляем То есть мы максимально держим фокус только на нашей целевой группе Это женщины, пострадавшие от насилия, которые находятся, да, в ситуации насилия С нашей точки зрения, да, во-первых, для женщины комфортно обращаться Она точно знает, что она обращается по адресу Почему я сразу говорила, да, о том, что у нас очень мало непрофильных обращений Практически нет Потому что у нас задана такая рамка Ну, опять же, да, у нас ввиду отсутствия закона о домашнем насилии Очень сильно все зависит от личного фактора Да, есть кто-то из правоохранительных органов, кто нас приглашает Есть совершенно прекрасные следователи нашего, там, московского района У которых лежат пачка наших Ну, нет, кстати, вот изначально не были нашими знакомыми Просто в какое-то время мы ездили совместно обучаться Как-то там познакомились Вот, и у них действительно лежит пачка информационных буклетов кризисного центра И если обращается женщина Ну, если это следователь, соответственно, это изнасилование Ей сразу дают наш информационный материал У нас было очень такое большое количество женщин Которые получали информацию именно уже в отделении Нет Есть взлет, который связан как раз с Google Грантом И увеличением рекламы Есть небольшое изменение самого качества обращений То есть если раньше, ну, опять же, да, я помню, как я приходила работать в кризисный центр В основном женщина обращалась за помощью Уже в ситуации домашнего насилия Когда оно длительное С каким-то там, ну, я не знаю, да, десятилетним, там, двадцатилетним стажем И женщина уже тогда условно находилась буквально на улице, да С тяжелыми побоями И вот тогда она считала, что, да, вот уже она по адресу Что ей уже можно обращаться в кризисный центр для женщин А сейчас немножко изменился, да, фокус То есть есть, ну, действительно, приятные обращения, да Когда к нам обращаются девушки и спрашивают Что вот молодой человек, мне кажется, контролирует Да, или он, мне кажется, он у меня, ну, там, кричит А не является ли это первым там маячком, да, насильственных отношений Это здорово, потому что раньше подобных обращений действительно не было Соответственно, ну, все-таки, да, как бы и женское движение в России И кризисные центры, да, и журналисты все-таки делают свое дело И появляется вот такая большая чувствительность к насилию, да И здорово, что все-таки, ну, сами кризисные центры Перестали казаться чем-то очень вот таким, ну, таким казенным бюджетным учреждением Вот У нас очные консультации психолога проходят практически каждый день А вот сейчас я вам расскажу по групповой терапии Значит, групповая терапия в России Ну, во всяком случае, на примере кризисного центра для женщин Но общаясь с коллегами, я понимаю, что примерно то же самое происходит и у них К сожалению, у нас пока эта тема является очень закрытой Очень самостигматизируемой И поэтому прийти на группу поддержки для женщин действительно является очень трудно То есть даже все наши пока попытки собрать женщин, да, вот именно в группу поддержки Потому что мы, ну, условно, да, мы как психологи, мы понимаем, что для них это полезно Нет, то есть они могут посидеть, о чем-то поговорить, а потом пытаться, там, не знаю, подойти к психологу И все-таки, как бы, да, получить именно свою адресную помощь И, ну, как бы, отвечу, единственный случай, когда работала группа поддержки Это когда у меня было три девушки примерно одного возраста социального статуса Находящиеся примерно на одной стадии судебного процесса по изнасилованию Вот тогда такая группа работала Но это был вот такой разовый случай Да-да-да-да-да-да-да Возможно, опять же, да, насколько я знаю информацию про эту группу Они примерно одновозрастные, одноуровневые Ну, и, в принципе, там такая достаточно мощная феминистская повестка Да, они действительно молодцы и получают помощь Но если мы говорим, да, вот о попытке сделать группу для женщин, находящихся Ну, вот, да-да-да-да-да-да-да То есть это просто нужно учитывать, если вдруг мы хотим делать подобные группы А вы знаете, очень трудно, нет, не могу сказать Потому что мы все время пытаемся, ну, и подобные вопросы задают, да И пытаемся сделать какой-то универсум Но понятно, что изнасилование, как правило, да, все-таки это женщина Ну, особенно, да, в случае обращения в кризисный центр Там от 18 и до, ну, условно, там 30, да Понятно, что их будет больше Вот, но это не говорит о том, что нет других, как бы, других случаев Так же и домашнее насилие, да Просто общие Нет, 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 нет Ну, я повторюсь, я уже говорила, да, что в связи с тем, что мы отмечаем увеличение обращений девушек Именно по ситуациям, там, психологического, да, насилия в легкой пока форме Да, вероятно, это есть, но какой-то такой четкой статистики у нас нет Если какие-то не то Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!